Кто-нибудь в этом году заляпал репутацию? Мне регулярно прилетает вообще занятия глянец. Не, ну я сидел уже в свое время по 154-й статье. Это как раз то, чем все занимаются. Это называется «Незаконное предпринимательство». Как вы хейпанули? Давай допустим эту тему. Что же опять допустим-допустим? Это по плохому ты хейпанул. И в свободное от работы время мы стали решать такую проблему, как электрильная дисфункция. Бил с миллиардером из списка Forbes. Кто-нибудь пил? Вчера же. Слава. Больше ста заработали миллион. Долларов или чего? Ну, чего-нибудь. Добрый день, дорогие друзья. С вами предновогодний, последний в этом году выпуск Forbes Digest. У нас круглый или прямоугольный стол с предпринимателями из разных сфер. Позвольте, я вас с ними познакомлю. Рядом со мной абсолютная легенда российского бизнеса. Основатель компании Rostagroexport. И вы все его знаете. Сырков, Баю, Александров, собственно, Борис Юрьевич Александров. Здрасте. Добрый день. Юля Пош, сооснователь телеграм-канала, одного из самых влиятельных, анти-глянец. Юля, привет. Александр Сысоев, основатель проекта Сысоев FM и российского ресторанного фестиваля. Александр, здрасте, Александр Фридман, наш герой фильма «Наследники». Саша тоже молодой предприниматель, занимается дистрибусей. Какой у нас герой? Саша Маркина. Лайфстайл, бьюти, блогер, более миллиона подписчиков. Ее теперь муж. Давайте их поздравим. Андрей Купреев, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу и основатель сети спортзалов «Джимнезиум». И наш абсолютно герой, номер два по просмотрам на YouTube, вообще собравший кучу просмотров, который в этом выпуске в конце подарит миллион рублей, продавец «Золотых метров». Инвестирует, инвестирует, как он говорит. Максим Годунов. Ура. Сама идея Forbes Bingo родилась после гастрономического ужина «Грейгус» совместно с Forbes в преддверии ресторанного рейтинга. Ресторанный рейтинг уже доступен у нас на сайте, ссылка в описании. Это отличные путеводители новогодних каникул. Александр, что у нас сегодня? У нас сегодня «Грейгус Физ». Класс, удивите меня. Это будет водка «Грейгус», персиковый ликер, грейпфрутовый сок свежевыжатый и тоник. Для такого события, чтобы нам всем познакомиться, не все здесь знакомы, самая лучшая форма – это во что-нибудь поиграть. У вас на столе карточки, я предлагаю вам их взять. Сегодня мы играем в Forbes Bingo. Что это за игра, да? Она несет в себе некий предпринимательский такой смысл. У меня здесь есть 30 секретных тезисов. Делали вы это в этом году или не делали? То есть, может быть, кто-то заработал миллион, может быть, кто-то попал в какие-то страшные кредиты, кто-то подрался, кто-то влюбился, у кого-то бизнес пошел в гору. Я буду называть и, соответственно, спросить вас комментировать каждый из пунктов, случилось ли это у вас или не случилось. По окончании победитель, тот, кто, собственно, поставит больше всего галочек около каждого пункта, он обратится к многомиллионной аудитории Forbes с новогодним поздравлением, да, 31 декабря. Так, друзья, у нас первый пункт. Многие могут тут поставить галочку. Заработали миллион. Все заработали миллион в этом году? Миллион, давай миллион рублей, миллион в рублях. Все заработали? Да, окей. А в долларах? Саша, хороший заход. Заход хороший. Александр, ты молодой бизнесмен. Да. Как ты его заработала? Вся в комнате нашел? Если бы. Да нет. Ну, миллион рублей заработали летом, делая фестивали, кальяна на фестивалях. Провые коктейли. Да, правые коктейли. А вот с новой компанией, жвачки лавысь, как идут? Ну, мы тоже уже миллион заработали, да. Все хорошо. У нас в поставке только начались. Александр? Тоже было все довольно-таки быстро относительно. С телеграмма или как? С фестиваля? С фестивалем мы подписали уже в январе контракт, пролонгировали его с брендом алкогольным одним. И, соответственно, у нас уже поступила предооплата, поэтому в январе мы уже, слава богу, вышли в плюс. Юлия, ну как, телеграмм-новости в антиглянце? Да, телеграмм-новости чувствует себя прекрасно. Серьезно? Я думаю, что миллион заработали мы раньше, но если брать по контрактам, то первый контракт больше миллиона у нас был летом. Это известная косметическая корпорация. А, то есть у вас они прям такие контракты? Да, мы серьезные люди. Борисович, я вас даже спрашивать не буду. Больного о здоровье спрашивали, да. Я понимаю, Борис Ильич, ну, собственно, конечно. Вы больше ста заработали миллионов. Долларов и чего? Ну, чего-нибудь. Тому и тому, да. Ну, конечно. Александра, как поживают дела на рынке суперблогеров-миллионников? Получилось миллион? Прекрасно, да, конечно. Да, как сейчас? Благодаря контрактам с битим брендом. Класс. А, Андрей, а вы от этого миллиона что-нибудь отщипнули? К сожалению, пока только у себя отщипываю, поэтому... Да, мы тоже заработали миллион. Ну, вот Максим должен, собственно, сегодня проинвестировать миллион, который заработал, да? Какую-то еще из компаний. Ни в одну причем. Там очень много гениальных, реально, на мой взгляд, гениальных идей. И одному какому-то человеку отдать не получилось, поэтому вернемся к этому, да, чуть позже. Вот, но отдадим. А свой миллион мы заработали уже в конце января, продав такой довольно-таки крупный ритейл в центре города. Сыгнем. Отошли на корпоративе. У всех ли был корпоратив этого года? Юль, расскажи. У вас компания с трех человек. Какой у вас корпоратив? Собираемся на корпоратив пока, но мы планируем, конечно же, отжечь, поэтому я смело зачеркиваю двойку. У кого был крутой корпоратив? Борис Юрьевич, у вас был же корпоратив в компании? У меня уже шестой, по-моему. Шестой идет? Ну да, в каждой компании, у нас много же компаний, в каждой компании корпоратив, но я сейчас делаю перерывы, потому что я болею, я не могу водку пить каждый день. Поэтому через день делаем, к Новому году должны закончить. А вы только водку? Нет, нет, я как раз и пью виски, но я это выражение такое, просто пить водку на корпоративе. Какой самый яркий был от шести, в какой компании? Коллеги, все вас смотрят, все сотрудники? Самый яркий был, когда мы получили на Всеамериканском съезде урологов первую премию за фундаментальную работу. А что вы делали на Всемирном съезде урологов? Мы, ну, кроме того, что мы занимаемся молочным бизнесом, я же по образованию врач, и в свободное от работы время, ну, мы стали решать такую проблему, как ректильная дисфункция. И за три года мы ее решили, выступили с этим докладом на Всеамериканском съезде урологов и на Всекитайском. И везде нам дали призы и первую премию, и мы вот пьем, не просыхая, уже третий месяц. От меня отвечает. Борисович, я предлагаю за это, собственно, всем челкнуться друг с другом. У нас сегодня есть вода и коктейль Grey Goose Peace. Саша, был корпоратив в твоей компании, где ты, собственно, сама с собой блогер? Моя компания состоит из двух человек, поэтому нет. Нет? А что, так это отошло куда-то или ты не любишь публичные мероприятия? А может, у тебя был корпоратив? Да. У меня был, да, вот в субботу. И, наверное, одна из причин, почему я вчера пролежал с отравлением, это как раз таки он. Макс. Хороший корпоратив, видимо, удался. Нашего корпоративного еще не было, но у коллег, у партнеров я уже там побывал на трех-четырех корпоративах. Проходил все прекрасно, весело. Себе пока еще корпоратив не можем сейчас позволить, потому что еще много дел. То есть до Нового года еще нужно много успеть, еще переговоры, сделки. Назвал компанию своим именем, наш третий пункт. Третий наш пункт назвал компанию своим именем. Кто-нибудь назвал? Вот я получу. Вот ты назвал компанию своим именем. Борис Юрьевич, соответственно, назвал компанию своим именем. Саша, у тебя тоже, да, компания своим именем называется, получается? Ну да. Ярик, подожди, а инициалы считаются? Инициалы? Да. АFF это... Ну ладно, все, давай, хорошо, хорошо, засчитываем. Засчитываем. Засчитываем тебе. Засчитываем тебе этот пункт. уже на пункт от тоста четвертый пункт пил с миллиардером из списка forbes вчера привилегия какая-то остальные у кого-нибудь было кто-нибудь познакомился с миллиардером юли ну сколько ты сколько вот так вот все сразу сказать время от времени пью с разными миллиардерами но за этот год это бывало я человек скромный не было такого все андрей не было такого видишь ты тоже за галочку поставил макс я поставил галочку насколько это сейчас вот актуально вообще в бизнесе вместе выпивать мы все сделали программу про здоровье вредные привычки но это смотря в каком бизнесе очень зависит от бизнеса в технологическом бизнесе наверно меньше чем я не знаю в импорте на каком-то таможне александр вы большой эксперт вот в ресторанах часто ли встречаете удачные сделки известных бизнесменов за алкоголем такой вопрос я к сожалению или к счастью не особо подгадываю в этом плане но то что пьют все это факт и более того большинство людей которые у себя в инстаграмах stories где еще угодно пишут о том что они стали бегать марафоны образ жизни или что-либо еще их же я встречаю в один часов вечера ну скажем так очень пьяными поэтому все красивые образы в соцсетях рушится в любой четверг пятницу а то и вторник юля пошла ты поддерживаешь предыдущим оратором более того до встречаешь их иногда и по пять раз в неделю а что а что пьют миллиарды расскажи юль ты вот знаешь точно шампанское коньяк водку водку с пивом один пью вот кстати водку с пивом чаще всего не работал в отпуске следующий наш пятый пункт не работал в отпуске как вы думаете вообще работать в отпуске это правильно или или нет я думаю что да если тебе твоя работа приносит удовольствие почему бы тебе не ответить на пару звуков пара письма написать даже если ты в отпуске находишься но если знаешь вот есть такие люди которых digital detox вот они улетели в отпуск отключили телефон и наслаждают ну так не делайте не тоже на сколько может быть digital detox неделю ну не выдержишь хотя бы неделю ты не выдержишь неделя без смартфона я возьму чужой какой-нибудь буду загром фотки выкладывать на работать я не буду то есть работать и именно digital talks это разные вещи но я не знаю мне кажется у многих они связаны принципе ну конечно у тебя у многих же наверняка большая часть работы в смартфоне борис юрьевич вы работаете в отпуске у меня просто отпуска доедает ровно через два дня так что эти два дня делаете два дня отсыпаюсь а потом работы то есть у вас нет до такого что наконец-то отпуск ну просто работу я люблю я получают мне удовольствие когда устаешь ну два дня то спишься а потом 5 в удовольствие в общем по ходу с этим пунктом все пролетели потому что мы точно так же нас шестой пункт уволил того кого давно хотел уволить александр вся в компании два человека сергей не уволен никогда не уволишь никогда сергей андрея тащенко сергей кого менеджер у тебя у тебя уволение какой-нибудь в этом году у меня были увольнения но не сказать что прям вот я хочу уволить и не могу уволить но если я хочу уволить человека ли они справляются задачами он увольняет ну да то качество чего-то давно хотел смысле дома вы приняли решение молодым молодые ребята борисеевич вас было такое что человек с вами работает много лет и вы понимаете что надо с ним как-то расстаться у вас бывает переживания на этот счет все время переживаю вот понимаете вы говорите вот последний раз когда кого-то уволили как вам это далось как вы себя на это настраиваете ну я вообще исповедую такую тему что ешь птица гордая не пнешь не полетит и большинство людей приходится пинать но когда устаешь пинать приходится увольнять окей юля у вас не было ваня кого вас никого саша мы только пока нанимаем кого-то занимаешь нам нужны нам антигляса всем интересно то нужны продукт менеджеры которые будут развивать наши существующие продукты вот идти в регионы вот нам нужны такие борису чем расскажу саша он приводит в нашу страну жевачку и анти похмелин вот и ищет себе продукт менеджер у вас есть продукт менеджера да человек что наверно вот можете 1 1 пожертвовать хотя бы начинающему бизнесмену александру фридман не могу нужно раза в три больше а вот видите это вы вижу у всех такая проблема хорошие продукт менеджера на это вес оливье попал на вечеринку прохорова 7 наш пункт были на вечеринку прохоров кто-нибудь компрометирующих не не был частью даже даже не было не будет и не позорьтесь и станьте выйдите со стола но вечеринка пмэфа да это на питерском форуме к на тому же самое не модная вообще она все равно нормальная там он там сам стоит на входе принимает не принимая статутки просто окрестности в принципе да но они снижаются на что-то то есть там есть какой-то контент внутри на кого-то я сказал на кого-то принц нашел новых партнеров кто-нибудь нашел новых партнеров кихнуть классных интересно у кого есть история на тебя есть да я нашел очень крутых партнеров на самом деле совершенно ребята не не из моего там круга и общение они очень простые с простым таким бэкграундом и я прям дико рад что их нашел вот они очень ответственные и очень порядочные люди поэтому я прям очень счастлив юля у вас есть новые партнеры коммерческие если имеется большие рекламодателя да к счастью есть а так и старые партнеры в общем тоже ничего как девятнадцатом году живет он telegram и улья сасас расскажите прекрасно же уважаю не такая большая аудитория но она очень дорогая она очень дорогая потому что нас читают и там вся светская тусовка и политическая тусовка и миллиардеры миллионеры вообще все просто мне кажется весь жир и вообще все что не читает канал антиглянец как ты думаешь же я не знаю про папу но вот то что все светское сообщество точно читает антиглянец это прямо стопроцентно вы читаете андрей нет новые подписчики должны сегодня ангажировать плюс еще один все отлично уделал конкурентов девятый пункт борис юрьевич у вас есть вообще конкуренты до нас регулярно с частотой это раз два года обязательно кто-то копирует ну например наш премиальный бренд александров в этом году копировал краснодар и в этом году копировал калининград ну покопировал покопировал продержались они в магазинах где-то может быть месяц-два потом ушли значит мы их уделали получается жалкие попытки борисыч а скажите вы как этому относитесь ревности когда видите что скопировали я им сейчас позвоню скажу или или вы выжидаете пока конкурент сам отвалится ну понимаете давайте так как бы каждая мысль даже самые светлые появляется как минимум пяти головах во всем мире вот так вот да ну то это так так говорят в этом случае и поэтому все видят то что успехом пользуется какой-то товар все сразу начинать копировать и когда они копируют какое-то время они живут московский рынок же очень трудно попасть потому что все забито ну я например всегда с удивлением слышу когда говорят что у нас в россии давит бизнес ну выйдите в москве хоть на одной центральной улице хоть одно место на первом этаже есть свободно по моему нет чтобы зайти допустим любую сеть ну там берем машан или там азбука вкуса на каждую позицию во первых стоит по пять по шесть наименование этой продукции а во вторых мне как производитель чтобы войти это большая проблема потому что еще стоит очередь из 8 10 компаний поэтому вот в ашане 50 тысяч наименований продуктовых и считайте на каждую на каждую из позиций 8 10 человек претендентов насчет 50 тысяч умножить на 10 это вот 500 тысяч производителей как минимум и когда мне говорят что в россии нет бизнеса или его давят ну мне кажется это совсем не совпадает с фактами но это моя точка зрения поэтому мне кажется что лучше обстановки для развития бизнеса чем в россии сейчас нигде нет в мире а я веду бизнес и в америке и в канаде и в германии с русскоязычной части населения поэтому вперед из песни ребята кстати интересная тема вообще в общем во все из разных сфер там направлений вы бы это вне пунктов не нашей игры вы бы начали в россии то дело которым сейчас занимаетесь там блогерство спортивное направление недвижимость ритейл телеграм-канал и медиа вот в 2020 году с нуля начали бы но вообще да но все зависит от продукта я вот с борис юрьевичем отчасти согласен отчасти не согласен вот я например согласен что действительно у нас много производителей действительно очень много конкуренции внутри внутри сети но с точки зрения вообще тренда да то есть у нас идет снижение соответственно среднего чека и учащение значит количество походов магазин то есть поэтому и процветают такие сети как там пятерочка магнит так далее потому что но сети у дома и соответственно но это такой очень понятный для для людей формат но вот из-за того что падает соответственно средний чек все сети сейчас очень сфокусированы на коммерческих условиях и иногда бывают ситуации где они закрывают глаза на качество вот в пользу соответственно ну лучших условий хорошо это или плохо ну наверное это просто реалии нашего бизнеса россии российского сич сегодня вот но в целом я считаю что если бы наша экономическая ситуация была более благополучной то некоторые продукты которые сейчас там не могут попасть на полки виду не 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 очень конкурентоспособных условий они бы у них было бы больше шансов пробиться на эти полки случае саш ты на этом фоне прям как например у путина так выглядишь в галстуке вензеля это золотые сзади мне кажется саша твой проект чуть тут чуть ли не самые давнишние да если не стать борис юрьевич и не считать макса твой личный бренд он сколько ты этим уже занимаешься лет семь данные она или больше если брать только instagram туда 7 лет если еще и такой соцсеть как вконтакте ты наверное уже лет 10 11 ты бы пришла с твоим контентом сейчас с нуля вот абсолютно с нуля в эту сферу могла бы но не хотелось слишком много сил слишком много времени разу погулять большая тогда не было столько людей как сейчас проще мне кажется развивать свои соцсети да да можно придумать любую роль какую какую а что качает тик ток вот качается всех волнует надо ли уходить в тик ток мы пытаемся как оказалось пор я не могу придумать в пресс-турах я узнала что да оказывается сейчас все регистрируются в тик токе вот создают там контент снимает видео но я пока не готов у кого-то есть и кто здесь ребят что тик ток можно узнать борис юрьевич у вас тик ток это так это сейчас новая социальная сеть китайская там короткие видео по 15 секунд в основном как кто-то танцует что-то очень быстро делает то есть там нет такого длинного контента как вот мы сейчас снимаем из позапрошлого века на час передачи там они 15 секунд прыгают и танцуют можно распаковывать цирки можно распаковывать сверки ксм ожидают по эректильной дисфункции рекламировать за 15 секунд хорошо вот нажал оптик то классно это же тик ток да прям ритме танцевать на вот сашу с борисовича свести делать на лобу не поняла пример пример премиальные бренды рекламируют вернемся к нашей к нашему forbes bingo не ночевал на работе 10 пункт не ночевал на работе ночевать на работе это отвержен а но это плохо для здоровья кто-нибудь не ночевал на работе в этом году ну так все ли не ночевали или кто-то все-таки ночевал у хотя бы рождестве ночевал на работе но все ты погаил плохой там нет если не ночевали то нет если не ночевал это галочка все правильно тогда все правильно галочка борисовича все победите мы договорились зачем сразу так юля а ты не можешь не начать на работе тебя работать в телефоне а хотя подожди тайная жизнь чиновник или ты ночевала на работе у вас там класса строго да да у нас не приветствуется в июле еще занимается московским экспортным центром в департаменте департаменте предпринимательства инновационного развития москвы вот и занимаешься модой там там все скажи там все нормировано по графику четко все утра ведь утра и так в общем и целом в среднем все люди уходят 66 37 можно конечно до 11 посетите даже до 12 но очень редки как ты как-то вообще это балансируешь анти глянец это предпринимательский проектом частные частные деньги частный бизнес в принципе со второй стороны у тебя вот такая сложно балансира как и почему-то зачем говорил даже в интерьер бога я не можешь не работать я думаю даже завязать с этим ты что ты лоббируешь жар какой-то в интегрировать я не лоббирует жар более того мне регулярно прилетает вообще заняти глянец вот так вот где денег больше там были в анти глянцы анти глянцы вот так до свидания максим нет конечно нет строго нет но уже как на работе в каком может приходишь какой-нибудь апартамент который тебя продать там ночуешь получается тогда другой вопрос уже какой-то другой но это вот твоя особенности все могут принимать ослаб роскошный проскошный апартамент к сегодня ночью на работе только ты можешь да не не набрал лишний вес 11 пункт кто-нибудь вот вообще похудел или не набрал лишний вес не набрали я периодически набираю потом опять сбрасываю у меня же есть центр похудания да поэтому я вы когда если куда да я 1 месяц туда ныряю на недельку сбросил потом опять прибавил воли нет просто да а сырки ваши наркотические просто много наркотических вещей на белом свете кроме сыркова а что вы там делаете в центре похудания там строгие какие-то диеты доктора или что но принцип этого центра такой что обычный человек не может сам справиться с проблемой лишнего веса он не может кто может он справляется вот сидят статуэточки они могут справиться а вот лишь сидит толстячок я я не могу справиться поэтому единственный способ сбросить вес это попасть в изоляцию и вот я эту изоляцию сделал в латвии там 200 гектаров обнесено забором 10 километров дорожек и вот ты туда приезжаешь и не можешь оттуда уйти ты сидишь на диете которая 1000 килокалорий и занимаешься там ходишь спортом плаванием все за неделю за 10 дней ты сбрасываешь где-то в районе 7-8 килограмм значит эти две недели сбрасываешь 10-15 килограмм потом опять в мир уезжаешь даешь себе слово не буду нарушать все ну тут приезжает тут вот эта самая презентация да там день рождения там новый год наступающий и потихонечку опять за пару месяцев набираешь свои 5-7 килограмм который сбросил чувствую что стало плохо там одышка там давление опять ныряешь опять там побыл неделю-две опять сбросил пятерку опять орел по моему эти клиники это вечный бизнес какой-то это какой-то вечный бизнес по работе саш ты когда-нибудь худела вот так вот прям за неделю на 8 килограмм не у меня все стабильно у меня наоборот проблема набрать вес поделись с нами своим вот этим секретом ты ничего не ешь что у тебя в жизни происходит почему ты не выбираешь если все стабильно ты просто вот такая просто вот такая и вас все все ненавидит статуэтки андрей ты не набрал я вес набрал но лишний нет у тебя просто с того года был недобор но я бы очень слишком активный человек и я часто езжу в здравнице на нашем северном кавказе это кисловодск там очень много санаториев аналогичного уровня но там больше плюс что беговые дорожки там в горы есть для сердечников более пологие среди хвойных растений есть высокогорье и вот мне всегда позволяет кисловодск как бы привести себя форму два раза в год стабильная туда езжу всем рекомендую так вот так небольшая 12 пункт все хорошо с личной жизнью ну-ка галочка галочка крестик у кого у кого все хорошо с личной жизнью я все хорошо максим нет плохо но я не могу сказать что это плохо но пока есть над чем работать а вы перфекционисты данная на сегодня у вас у вас у ребят свадьба я еще раз повторюсь еще лучше все с личной 6 почему сейчас многие знаешь от этого избегают вот это ритуал штампов паспорте вы как к этому пришли мы за традиции за традиции на самом деле мы тоже избежали ряд официальных вещей то есть не было там свидетели всяких выкупов торжественной части свадьбы не было бы сэкономил вот было немножко да была роспись и ужин так скромненько тихим узким кругом расскажи как ты предложение сделал александр расскажи расскажи ты я ты видела вот не все видели сейчас будет момент нам надо иногда в программе делать драму чтобы слеза слеза была расскажи как это было мы были в нью-йорке и решили сходить на хоккейный на хоккейную игру андрей просил меня спуститься вниз фотографировать его с панариным собственно я была очень недовольна и не хотела никуда идти и вдруг подъезжает панарин да передает ему что-то и в этот момент андрей мне делает предложение он передал ему шайбу и кольцо до шайбу и шайбу там был написан саша выйдешь за меня красиво я думаю что за это можно друзья заводила очень красиво класс 13 13 13 пункт нас был все хорошо с личной жизнью у всех остальных как совмещаете работу личную жизнь успеваете 13 или 12 до до всех все классно борис юрьевич и 13 или 12 13 13 про личную жизнь все хорошо вы говорили как раз читал что в жизни главные три вещи самоотдача я цитирую бабы и футбол ну мы договорились что вы скажете не баба женщины да так хотелось да потом что значит самоотдача это получение удовольствия от работы если человек получает удовольствие от своей работы ну считайте как минимум восемь часов в день он счастлив ну женщины ну это остальные как бы часы дня да ну не все еще немножко на футбол до возраст уже не тот 14 пункт не срывался не срывался на на подчиненных на друзей на на кого угодно не срывался вот именно именно что называется сорвался да все срывали макс ты срывался я не могу сейчас в моменте прям такой сложный раз у нас сорвешься и человеку дать сбежит поэтому тут со всеми очень плавно нежно ласково аккуратно ну а когда знаешь с клиентами да я говорю с подчиненными то же самое только с коллегами тоже все очень тонкой душевной организации а как ты как ты гасишь в себе агрессию ну слушай есть же другие очаги есть есть друзья с которым ты можешь повстретиться выговориться весь негатив вылить то есть ты выговариваешь я выговариваю андрей я выговариваюсь иногда караоке помогает а вот пошел немножко выпил попел от души лепса и все и на следующий день все же намного лучше чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу ты срываешься к сожалению да на работе надо срываюсь дома иногда срываюсь бывает почему ты так это с наслаждением сказал иногда срывает дома иногда срывается себя же копить нельзя саш ты нет ни до понимания мне кажется в работе есть всегда вот поэтому конечно я тоже не исключение прям вот ну бывает со слезами там с матом до статуэтка тоже так отругаешься но по работе на приходится борис юрьевич ну уже сейчас связи с опытом достаточно редко но я шесть раз в неделю играю футбол по полтора часа поэтому стараюсь всю эту гадость вылить футболе до юля вы у вас женский коллектив такой змеиный серпентарий вы как и дружите с друг другом или не мы не только именно если брать женский коллектив нет мы не срываемся мы стараемся быть нежными и уважительными друг другу частью поэтому у нас каких-то конфликтов не случаются второй тайной жизни я срывалась до срывалась да то есть вот с чиновниками сложнее очень очень сложная нервная неплагодарна вы бы смогли стать чиновниками бизнесмена всякие предприятили более свободные люди кажется да или нет или что так все замолкли пропускаем вопрос я предложите не забудут показаться ну понимаешь должен человек она же ты сразу у всех на виду становишься любая борис юрьевич он в каждом магазине лежит любая фотография и ты сразу не знаю спорный вопрос не листил ради выгоды это какой это пятна 15 пункт 14 мы прошли не листил ради выгоды ты понимаешь что тебе там человек или что-то не нравится но ты листишь чтобы получить какой-то профит александр ты листил ради выгоды собственно да нет я на самом деле ну то есть я стараюсь по крайней мере вести переговоры таким образом чтобы мне не приходилось листить то есть есть это же но такая-то тонкая грань между то есть какая грань между комплиментом и листью ты продолжал искали крестик но я поставил галочку потому что я не считаю что я листил но говорил ли я там допустим какому-то бизнес-партнеру комплимент да могу сказать алика я просто искренне в это верю вот и все а вы в ресторанной сфере листили кому-то ради выгоды какой-то просто нет выгоды от ресторанной сферы потому что я делаю проекты которые скорее всего дают им выгоду поэтому мы всегда предлагаем такие условия чтобы у всех был тотальный вин-вин и убит убью битуси и у брендов партнеров поэтому так наш продукт сейчас все большие которые там есть они довольно таки большие и в принципе в лидерах то нам льстить нет смысла но и нам не листят потому что мы это чувствуем и сразу это пресекаем юля ты не льстишь я не чулоком ретишь подкалываешь и я да я подкалываются ты я не как раз не хейтер совершенно я к людям отношусь большой теплотой но я смотрю на них таки через жирную призму иронии тоже мне кажется невозможно смотреть совершенно серьезно на себя на людей на жизнь его стрелец проще вот а у меня нет необходимости льстить людям нет неинтересно незачем а вам и льстят как вы это считывается регулярно все время что как это плохо хорошо фильтруйте да ничего привыкаешь а просто привык к этому ну конечно же вяз такой фамилии каше к этому привык ребята вы как лезть относитесь листили кому-нибудь максим евгений клиентом тебя пропустим макса пропустили вот он и оторвался наконец-то на пункт андрюх да нет я не листил да ну таким попахивает листил скажи честно если он кому-то нет он не такой на мат и нет не любитель не подалжена не любишь ну ради какого-то может рекламодатель если мы не общаюсь а вообще нет ты только контентом занимаешься стена не завидовал по-черному 16 пункт не завидовал вот прям по-плохому думаешь вот мне бы такое вот что нибудь подожди у меня просто есть и кому-то завидуешь но это тебя мотивирует это вот что но это наверно все-таки в хорошую сторону то есть вот эти и завидуешь но как бы сложением нет это побелов папа-белом это когда у меня такого нет но я такое сделаю типом человек молодец а по-черному это когда вот у него есть там меня нет пусть он сдохнет ну примерно в принципе есть и уверен что мы все все что оставим вот например например саша вот без осуто завидуешь вот хотел бы тоже иметь такое состояние ну примеру да 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 но в то же время он не хочет чтобы это было у него а не у безуса понимаешь да давай такой пример безус это какая-то галактика вот есть какой-нибудь второй другой человек который тоже возят жвачки он их успешный продает и он думает укс хочу так вот это вот более такая зависть по-черному или он звонит какой-нибудь не но если я хочу также это мне не мешает уважать его за то что он будет больше жвачек по черному ребята на слово я промежда какой он молодец мне ничего не мешает его уважать за то что он возит больше не рассматриваете могу привести конкретный пример вот я же занимаюсь отсорсингом паровых коктейлей вот у меня но есть там один главный конкурент но я с ним например общаюсь и в принципе там у у нас абсолютно нормальные отношения у меня там больше и в принципе у него больше охват мне как бы то есть вот мне конечно очень нравится что у него так все хорошо ну то есть я ему завидую в этом плане но завиду ли я ему по черному да нет мне хочется также и одну как бы меняет мотивирует там у себя что-то менять и так далее чтобы ну какое-то конкурентное преимущество было вот это вот что по черному или по белому борис юрьевич вы завидуете кому-нибудь конечно вот вот вид я вам сейчас на человек я вам всем завидую потому что вы молодые я уж не дай по белому по черному ну я вам завидую иск но мне кажется это тоже тост да в этом плане кстати в рамках возраста можно сказать что да как бы многие заводы целью супер 17 пункт не залез в непосильные кредиты кто-нибудь вот в этом году для того чтобы что-то начать залез кредиты и в непосильные кредиты но это и две разные непосильные нет все а что ну риск какой-нибудь прям очень большой риск и на риск всегда есть прикрытие но риск да с кредитами всегда все правильно окей ладно ручина аферу ты не подписывал связанную с ним борисеевич у вас как ничего все без 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 сильных кредитов но зачем лишние нервы да хорошо написали книгу кто-нибудь сейчас популярно очень написать книгу заходишь в книжный магазин у каждого блогера и своя книга у меня не за счет книги свою нечему не готова может комикс какой-нибудь маленький книгу с картинкой предлагали но нет даже когда конечно и что предлагали как вести свой инстаграм как похудеть это хороший бизнес что-то не написал ты не алчная мне это неинтересно я в этом не разбираюсь и андрей знает о том что эти предлагали заработать денег я втихаря пишу и втихаря да 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 а ты можешь написать книгу они да это будет еще более трогательный монетизируем то есть и делаешь конечно у меня есть дневник в котором я помечаю каждый день что она есть как фотографируется и потом быть угол поворотом и рабочая сторона исходя из нашего тренинга а из нашего конкурса вот который мы с тобой озвучили появилось больше двухсот заявок дайте какой-то тренинг дайте какое-то обучение как вообще в принципе в недвижимости как развиться недвижимость как подняться мы хотим написать буклет к весне такую обучалку и провести этот тренинг и раздать буклет вот только в таком формате а вот борис юрьевич книгу написал да и ни одну ну да я написал книжку сейчас вот четвертое издание вышло но это уже прошедший вариант нас вот есть здесь она бестселлер и и если что друзья нигде в магазинах не найти мы будем разыгрывать что отлично сюда и как бы мы сейчас выпуска ну давайте вы расскажите про это вы лучше расскажите что это за книга почему я не найти в магазинах ну мы разыграем сегодня значит наша родина к сожалению стариков и людей такого старшего возраста в девяносто первом году оставила ну без достойных средств на существование я начал свой бизнес когда мне было 41 год и просто когда я писал эту книгу я хотел сказать что люди в возрасте тоже могут заниматься бизнесом чтобы достаю достойно жить потому что ну без денег или получая пенсию там от 6 до 15 тысяч достойно жить очень тяжело и поэтому я написал эту книгу что взрослые люди тоже могут заниматься бизнесом но оказалось что большой спрос на нее и молодежи уж молодежь спрашивает что нужно какие качества нужны для того чтобы быть бизнесменом и так далее так далее вот я постарался этой книгой ответить на этот вопрос но это как бы уже прошедший этап а сейчас так как мы я уже вам рассказал решили вопрос с эректильной дисфункцией то мы написали еще одну книжку она называется вот так значит но расшифровывается она так хроника удачного исследования мы хотим вот эту книгу срок разыграть подписчиков я со всеми посоветую мне кажется правильно если в комментариях под видео напишут какую-нибудь бизнес идею которую тоже можно назвать своими инициалами да вот бою александров борис илександров распишите здесь тот кто победит получит ваш бестселлер хорошо вот так вот не перегорел сейчас много пишут статьи исследований по этому поводу как не сгореть в своем даже любимом деле саш я вот знаю что у тебя такое бывало раньше я даже когда блокировали аккаунт ты говорила что я устала я устала я устала графировать себя не только из-за гражданка сфотографирует себя но еще и поддерживать общение с публикой сейчас как ты возобновила к этому интересу или ты перегорел да у меня сейчас второе дыхание второе дыхание после чего наверное после краски блокировки сейчас у меня снова все идет в гору потому что один момент как-то все у нас прекратилось вот так как инстаграм все-таки уже много лет а сейчас мы снова начинаем заключать контракты работать с крупными брендами прекратилось ты имеешь ввиду вот все остановилось при остановилась я перестала в момент быть телеграм на секундочку да да но потом вернулись вам понятно расскажи вообще историю своей блокировки что это для такого блогера миллионника блокировка аккаунта это похоже на закрытие компании но это стресс да безусловно тем более когда можете меня спросить три месяца не было борисович александр и блокировали ее бизнес понимаете в сети у нее полтора миллиона подписчик меньше 1 и 3 такой город волгоград что случилось когда заблокировать как это случилось просто момент страницы не стала вот и я не знала что делать вот потому что у нас получается мы приостановили наше сотрудничество со многими брендами тоже не понимали все спрашивали когда когда потому что таки реклама вот все же оплачено оплачены конечно меня даже были контракты да да ну мы все разрулили все хорошо потому что мы в основном работаем с одними и тем же заказчиками вот рекламодателями поэтому вот как все короче к тебе пришли в аккаунт проверка или как не знаю что это было не знаю мы до сих пор не понимаем как это произошло а как как поборола это как вернул себе аккаунт каким способом чисто случайно очередной человек предложил помочь мы уже согласились и через три дня у меня уже была камень и снова потекли деньги рекой ну не то чтобы рекой ну да это вот так вот друзья это же было каунтере новую за эти мне кажется тоже интересная история сейчас объект соц сетей анти гляньте тоже могут как-нибудь блокный представляешься это страна пока роскомнадзор пытается блокировать страшная история ничего мы будем выпускать сама сдад от руки да и как отправлять детки папа почты россии сейчас еще вот саботы до появились с точки зрения медиа ресурса если дорогие как распространять информацию как вариант и тому вот запущу большую минус то что видны все номера всех подписчиков это не то я уже все это остальные все не перегорели занимаясь своим делом все горят все горят да все рады все горят борис юрьевич вы горите своими компаниями ну конечно но это жизнь наша предприниматель он нибудь чем отличается предприниматель от обыкновенного человека ну людей которые ну думающих людей их не очень много но их достаточно людей которые могут какую-то концепцию создать что-то новое предложить их тоже не очень много их тоже достаточно а вот людей которые могут в жизнь это притворить то есть практически сделать это их единица к сожалению и вторая сторона этих людей если они могут это притворить жизнь то они этим горят им это нравится я вот есть такое выражение надо заниматься тем что ты любишь но это полная ерунда ну например я думаю если я занимаюсь молочкой что я должен любить молочку раньше занимался коврами что я должен любить кого-то ковры что ли или вы занимаетесь вы что любите жевать или да вы занимаете недвижимость что вы любите недвижимость нет это способ я не говорю про ребят это их я так понимаю профессия мы занимаемся детьми я люблю детей тоже время у него спортивная школа поэтому вас не трогают будни всегда поэтому человек занимается бизнесом конечно же ради денег но в то же время он получает удовольствие от того что он каждый раз побеждает то есть вот вы искать проблема вы начинаете заниматься и 25 часов в сутки отдаете ей все силы но когда вы побеждаете вы получаете удовольствие удовлетворение и потом когда у вас победы накапливаются вы становитесь человеком который говорит что я все могу это как бы первая часть а второе когда вы становитесь уже взрослым человеком вы помните есть такая тайская мудрость что если вы хотите из курицы сделать утку вы обрекаете себя на страдания если потратив масса усилий курица осталась курицей а утка осталась уткой не надо себя как бы винить в этом просто это был неправильный путь поэтому человек который занимается бизнесом он во-первых должен уметь вкладывать полностью всю энергию в этот процесс но в то же время видеть когда она не получается он должен вовремя от этого уйти все и он получает удовольствие от того что он делает вот так как мы занимаемся бизнесом я надеюсь что все присутствующие получает от того чем они занимать удовольствие да не то чем они занимаются там жвачка недвижимость молочка а именно то что они побеждают вот мне кажется это основа предпринимателя я предлагаю за предпринимательство борис искала замечательную речь за за свое дело круто вообще давайте ура все должны быть счастливы двадцатый пункт эти он такой символичный видел или познакомился в этом году с романом абрамовичем кто-нибудь познакомиться роман абрамович это недавно видел но не видел фотографию сделать нет но мы одногруппник сделал что такое было расскажем и в сколково во время нашего учебного модуля пошли поужинать в амбар там есть при сколково парке жилой комплекс роман аркадьевича есть амбар маленькая кафешка и он там частенько ужинает в компании но мне как-то было стеснительно его прерывать во время ужина чтобы сфотографироваться на один из наших одногруппников подошел к нему там пообщался по поводу челси развитие дальнейшего и сфотографии сфотографироваться борис юрьевич вы знакомы с роман аркадьевич нет нет а вы александр и я видел боксе челси никакой истории классно нет ну если мне фотографировался просто поздоровались пожал руку ну понятно если нужно историю про челси я расскажу о значит я купил себе с товарищем абонемент на годовой абонемент на челси и один раз мы поехали туда на какой-то хороший матч и ну там такая премиум ложа и мы там сидели и пришел малайзии молодой малайзийский принц со своей свитой со всеми ну и вот мы сидим выпиваем примерно так до примерно также сидим выпиваем и потом мы стали кричать когда ну челси забил мы стали кричать за челси за россию гиб гиб ура и он тоже видно хорошо выпил к нам присоединился и все остальные голы мы тоже также по-русски отмечали да класс вот эта история выучил гиб гиб ура в общем я рекоменцизирую видел или сфотографировался видно неважно что нибудь без конкретики у меня есть фотографии 21 пункт провел очень дорогую встречу в очень хорошем ресторане но она не оправдал себя было такое что с кем-то про встречу пытаешься что-нибудь для была дорогая встреча но она была дорогая все у того что мне пришлось вернуться с отпуска небольшого и она как бы не оправдала себя и она не продал себе нет ну вот а вообще как дорогая встреча это дорогая дорогой человек дорогой человек да я мог посидеть дорогом ресторане но ты сидел в другом ресторане потратил много денег заказал много бутылок водки съел много салата оливье и и потом тебе сказали нет ну все такая такая дорогая встреча бывает не было все успешные борис юрьевич у вас у всех вам приходит на встречу от вас зависит успешно и не успешно не будем новый год где кстати планируете праздновать в питере питере в бане все вместе кто где ребята в россии нового года ли нет но это не пункт нашего это не зависит на победитель и победить вы думаете вот надо это в камеру говорить а традиции есть какие-то этот семейный праздник или друзьями как вообще я в баню хожу баньку и борисеевич мы тоже баня тоже баня в 12 часов все напарились и в снег то есть в В этом году можете знать, что в одно время с Александром мы где-то в разных частях России было. Александр, а у вас были такие, вообще в ресторанах вы платите чеки? Я всегда плачу за себя, потому что я не отношу себя к журналистам либо критикам, это важно. То есть я к этому не отношусь, поэтому я считаю, что когда пытаются угостить управляющий либо шеф-повара, я отказываюсь и плачу. Это мой такой принцип. Это подкуп в вашем случае, наверное. Просто у меня пост стоит гораздо дороже, чем любой чек в ресторане. Юля, а ты плачешь в ресторанах? Конечно. Юля и Саша. Плачу, конечно. Плачу тебе, вот так вот. Встречи все хорошие или были неудачные встречи? Я хочу быть сразу, чтобы есть, я радостно плачу за это. Поэтому такого, чтобы что-то меня разочаровало, наверное, не припомню. Мне заляпал репутацию 22 пункт. Кто-нибудь в этом году заляпал репутацию? Ну, был какой-нибудь слушок в СМИ какой-нибудь? Ага, да. Да, был слушок. Что был за слушок? Вообще, мне кажется, это зрителям судить. Можно не будем это говорить? Все. Кто заляпал репутацию, кто не заляпал. Ну, ты сам по себе не знаешь, ты что-то сделала плохое по репутации или нет? Зрители так напишут, их не надо просить это делать. Было? Да нет, вроде. Я не знаю, что думаешь? Ты же освещал. У вас были какие-нибудь с репутацией, нет? Никаких проблем? Все. С СОФФМ были проблемы с репутацией? У нас был случай один, когда одна очень известная крупная компания пришла с обысками и уголовным делом к бывшему сотруднику. А у него такая же фамилия, как у меня. И три дня мне звонили товарищи и спрашивали, ну как ты, все ли хорошо? Я говорю, ты однофамилец. Ну, это тебе сыграло? Притяг все вспомнили снова. Ну, про меня не то, чтобы забывали. Я понимаю, да. Вот, но нет, мне это больше волновало. Главное, чтобы это не прошли мои мамы с папой вдруг. Чтобы они просто не взволновались там на первые там пять минут. А было такое? Ну, то есть. Они как бы сразу прочтут, что это Игорь, а не Саша. Поэтому все хорошо. Ага. Юля, у вас с репутацией все блестящий? Прекрасно, прекрасно. 23 пункт. Пожертвовал на благотворительность? Да, нет. А ты кому помогаешь? Я либо больным детям, либо животным. Ты как это делаешь? Интересно. Про тебя, кстати, особенно, потому что тебе, наверное, в Директ, в соцсети. Да, очень много. Приходит тысяча сообщений. Много мошенников в основном. Как ты это делаешь? Через фонды какие-то? Либо через фонды напрямую. Вот. Либо это знакомые, которым нужна помощь. Я всегда проверенным только помогаю. У тебя не было такого, что ты перепостила что-то вот? Нет. Оказалось фейк. Нет, поэтому я не делаю такого. А, не мусор. Я либо молча, либо... Андрей? Да, я тоже в этом году помогал детям и людям-инвалидам. Но, опять-таки, когда мои знакомые проверенные делали репост, я понимал, что это не фейк, это знакомый через одного-два человека от меня. Я не делал репост, просто анонимно присылал там немножко. Макс? Я через один известный фонд раз в год отправляю определенную сумму. Это кому? Детям? Это фонд, да. Фонд для борьбы с сердечными заболеваниями маленьких детей. Все участвуют в благотворительности. Вы тоже, ребята, да? Через фонды проверенные только? Или эмоционально тоже жертвуете что-то? Ну, в этом году я еще учась в школе. Там у нас были благотворительные всякие мероприятия. То есть там благотворительные концерты, которые я там помогал организовывать. Но с точки зрения вот именно пожертвований, я жертвую фонды. Борис Юрьевич? Я жертвую всегда напрямую, потому что, ну, кто такие фонды, я не знаю. Я, ну, восстановил два храма, ну, вот за жизнь, за свою там, у меня есть два ординат Патриарха. А сейчас мы, ну, может быть, знаете, есть Новый Афон. Это такой монастырь, в Абхазии он находится. Ну, и когда Бог меня миловал и остался жив после рака, то я дал себе слово, что поеду в Новый Афон. И я приехал туда, и там такой отец Давид. И я говорю, чем помочь? Потому что я обещал, если Бог меня оставит. Ну, и он дал конкретное дело. Там нужно восстановить одни из ворот. И второе, ну, сразу после революции там сделали дом отдыха. Ясное дело, что там масса всяких нарушений. И вот я взял все эти нарушения все привести в порядок, там, отреставрировать. Ну, так что вроде делал потихонечку, да. 24-й пункт. Не был на скамье подсудимых? Вообще или в этом году? Ну, Борис Юрьевич, давайте историю какую-нибудь. Не, ну, я сидел уже в свое время. Да. Да, был. Значит, я сидел в советское время, в 1984 году, по 154-й статье. Это как раз то, чем все занимаются. Называется «Незаконное предпринимательство». Как раз все вроде пока законны. Так что, да. Ну, мне повезло. Ну, как бы я два года был под следствием в Бутырской тюрьме, потом год на зоне в Липецке. И в это время началась перестройка. И когда, ну, моя мама дошла до Верховного суда, и меня, когда вызвали на пересуд, то оказалось, что этого закона уже нет. То есть, была 154-я статья, а в связи с перестройкой разрешили кооперативное движение, ну, как бы частное предпринимательство. И судья долго думала, досидеть мне или отпустить. Ну, я до сих пор ей благодарен. Она решила, что надо отпустить, потому что закона уже нет. А за что вы чарились, сидели? Чарились, ничего себе слова. Нет, нет, это не то слово? Ну, бог вонять, я не блатной же. Ага, блатной, так, отлично. Я предприниматель, как там называли, нас предприниматель называли фраера. Ага. То есть, я фраер. Ну, сидел, ничего, раз говорю, я организовал производство водки, ну, а тогда это было запрещено. У нас, кстати, вот самый молодой участник, он тоже начинал свой бизнес с продажи алкоголя. Тут же водки, кстати. Что это хороший путь, мне кажется, в России, да? Ну, просто, чтобы вы знали, водка это один из самых выгодных бизнесов. Вы знаете, Борис Ильич, бывает разная водка. Бывает плохая, бывает... Плохой больше. ...с которой ты не садишься, например, Grey Goose Fist, да? Ну, в любом случае. Самое основное в процессе изготовления водки это цена спирта. Поэтому везде водка очень выгодна. Ну, плюс к этому, конечно, еще раскрутка, бренд и так далее. А про бизнес. Сейчас вот бизнесом стало безопаснее заниматься, как вы думаете? У нас в новостях бывают разные инциденты с бизнесменами, связанные за прошедший и за прошлый год. Чем в то время, когда вы попали за решетку? Ну, конечно, тогда. Тогда это было вообще запрещено. Ну, да. А сейчас, как по вашему, благоприятная атмосфера? Ну, все зависит от тебя, если ты платишь налоги. Ну, вот, особенно это, ну, для высокотехнологичных компаний. Но, по идее, я не знаю ни одного бизнесмена из высокотехнологичных компаний, которого бы посадили. Если он занимается там, ну, или вычислительной техникой, или еще чем-то. Там, где пищевые продукты или какой-нибудь такой, ну, обычный бизнес, там еще что-то может быть. А если то, чем занимается молодежь, ну, если она соблюдает законы, то никакой опасности нет. Так, вопрос к блогерам. У вас с Роскомнадзором не было проблем? За какой-нибудь эротический контент, за какой-нибудь мат? Нет, ничего? Нет, слава богу, нет. Нет? Как искусственно. Александр, у тебя еще не было? Нет, точно. Андрей, Максим, Евгеньевич. Никто не скажет. Никто не скажет. Я специально знал, что вот у вас есть история, я под вас вопрос сделал. 25 пункт. Ходил на выбор. Ходили на выбор? Да, нет. Важно вообще? Если ходил, то зачеркиваю. Если ходил, то галочка. Если нет, то зачеркиваю. Ходили? Все ходили? Нет? Не важно? На президентский я не ходил, а на которые недавно были в... В Мосгордуму. В Мосгордуму ходил. Это важно для предпринимателей быть к этому причастным? Конечно. Да? Ну, политика и бизнес, они же связаны. Золотые слова. 100%. Просто некоторые бизнесмены говорят, что мы не лезем никуда. Нет, ну, голосование... Нет, ну, голосование лезет. Поддерживаю. Борис Юрьевич? Ну, это иллюзия, что бизнес и политика обязательно нужно пересекаться. Бизнесмен должен заниматься своим делом. Если он будет заниматься хорошо своим делом, страна будет жить хорошо, и не нужно будет думать о политике. Поэтому, когда непрофессионал, то есть бизнесмен, лезет в политику, это всегда очень плохо кончается. Ну, вспомните. Прохоров. Да бог с ним с Прохоровым. Значит, давайте возьмем Сахаров. Ну, что? То, что он предсказал, ничего не получилось. С Олуженицын. То, что он предсказал, ничего не получилось. Поэтому непрофессионал влезть в профессиональное дело политика, мне кажется, не стоит. Занимайтесь своим делом. Делайте хорошие дела, увеличивайте количество хлеба, улучшайте медицинские услуги. То есть каждый должен заниматься своим делом. Все остальное непрофессионализм. Вы как? Ходили на выборы с активной оппозицией политической? Ты ходила, да? Саша, ты ходила? Да, я как-то ходила. Ну, что ты так стеснись? Ты же нормальная вещь вообще. Ну, все, отлично, поставили. 26-й пункт. Смогли хайпануть со своим бизнесом. Чего это делать? Хайпануть, Борис Ильич. Ну, то есть, хайпануть – это сделать какой-нибудь позитивный скандал, то есть, чтобы про вас написали много СМИ. Резонанс. Резонанс. Наверное, хайпануть – это сделать общественный резонанс. Если переводить на русский. А если это получилось случайно? То есть мы не планировали. Ну, если у вас, если не планировали, какая разница? Планировали, не планировали. Получилось хайпануть. Как вы хайпанули? Ну, давай допустим эту тему. Что же опять допустим? Это по плохому-то хайпануло. Ну, это плохое будет. Ну, что? Макс хайпанул. Не, мне тоже кажется, что ты хайпанул. Да нереально хайпанул, слушай. Кто больше хайпанул, как вы думаете? Юля. Кто больше хайпанул? Кто больше хайпанул? Вот вы писали про фильмы с Александром, про выпуск с Максимом не писали, но у него просмотров почти три раза больше. Ты что, у меня маленький бизнес, какой хайп? Не, ну подожди, в рамках известности личности он уже изначально значительно известнее, нежели чем я. Какой-то тип там. А, точно, а ты хайпанул. Я считаю, что я очень сильно хайпанул благодаря вам. Да, и как хайп работает, расскажи про ценность хайпа. Больше 30 заявок на реализацию своих объектов недвижимости, больше 200 просьб провести обучение, тренинг, это тоже не бесплатная история. И запросов на покупку объектов недвижимости, там и коммерческой недвижимости, и земли загородной, ну почти 10. Поэтому я считаю, что это такая очень хватает цифры, и я прям чувствую, что со сделки мне придется телеканалу Forbes, выписать большой чек. Телеканалу мы станем телеканалом. Ну и знаете, как сказать, как сказать, ютуб шоу, мы называем себя. Юль, ты хайпанула? Вы хайпанули. Мне кажется, мы регулярно это делали. Вы постоянно хайпите. Да, да, да. Ты поймала хайп за хвост, началось его делать? Да, конечно. Мы не могу сказать, что за хвост, но мы близки к тому, чтобы понять, так сказать, постигнуть философию Ксении Собчак, но не в той мере, чтобы не стать настолько выдающимися хайпажорами, как Ксения, но мы стараемся. Да, а в чем заключается именно умение сделать резонанс? Текстами причем? Уровень подачи, все-все, вся разница в подаче, мне кажется, вот и все. Одну и ту же новость, можно совершенно по-разному передать. Где-то это будет остро, где-то нет. Слушай, я вот сейчас в основном понял, что хайп это как бы когда негативная коннотация. Не обязательно вообще. Нет, ну тогда, наверное, какие-то были вещи, связанные с тем, что мы составляем очень много эксклюзивного контента первыми, и чаще всего эти новости были очень такими специфичными, и поэтому нас многие перепечатывали, потом спорили, правда это или неправда, и поэтому я постоянно мелькал во всяких обсуждениях, так же, как и канал Антиглянец, собственно, но мы, наверное, такие довольно-таки цитируемые каналы, как мне кажется, но именно какой-то личный хайп мой, наверное, нет. Я всегда очень скромно и тихо держусь. Ну канал это тоже хайп, в принципе, Александр. Ну это как бы все равно, это даже не альтер-эго, это просто такой медиаканал, который почему-то я назвал своей фамилией. Саша, ты хипанул? Безусловно, фильм, конечно, неплохо посмотрели, но я не думаю, что это можно назвать хайп моего бизнеса, да нет. Все впереди, да? Да, я думаю, что, да. 27 пункт. Схантил классных сотрудников у коллег-конкурентов. Я об этом не смогу рассказать никак. Ну просто сделал ты это или не сделал? Сделал? Да, все сделали. Борис Юрьевич, вы хантите у конкурентов? Конечно. Любимое дело? Ну, вынуждены. Как это делать? Чем? Репутацией или просто деньгами? Ну, первое, конечно, деньги. Второе, ну, если ты нормальный человек, если ты вместе с этим человеком что-то продвигаешь, и он от этого получает выгоду, просто мы достаточно известная компания, если человек с нами поработал, это уже становится его багажом. Ну, очень же много приходит, например, маркетологов, которые хотят наняться на работу. Их спрашивают, а где ты работал? Они говорят, Кока-Кола, Проктор и Гэмбелл, там, да. Ну, начинаешь выяснять. В Проктор и Гэмбелл он мыл полы, в этом самом, в Кока-Коле он разносил бумаги, в Даве он печатал этикетки, где-то там, подсобным рабочим. Поэтому, ну, к сожалению, аферистов сейчас и тех, кто выдают себя за маркетологом, значительно больше, чем настоящих маркетологов. А настоящий маркетолог, ну, маркетинг – это деньги. Поэтому человек, который знает маркетинг, он приносит тебе деньги. Поэтому ты за него борешься. Кто даст больше денег, к тому он и пойдет. Ну, если у него нет каких-то долей в компании или еще что-то такое. Единственный способ удержать хорошего специалиста в компании – это посадить его в долю. Другого способа я не знаю. Вы кого-нибудь хантите, Юля? Александр. Я очень хотел Юлию пошли хантить, она там партнера. Серьезно? Хотел хантить, а не получилось? Ни за какие деньги? Ни за какие деньги. Ну, может, надо еще увеличить двое сейчас прямо в моменте. Тогда уже будет с этого в убыток идти, к сожалению. Понятно. Александр, вы кого-нибудь хантите? Да, конечно. Кольянных мастеров. Понятно. Увеличил прибыль вдвое за этот год. Смогли, не смогли? Да, нет? У кого-нибудь классная история есть? Кто, как Феликса? У меня этот нет. Мы почти в три раза выросли. Три раза выросли. Как это объясни? Сейчас все фанатеют от детского ютуба. Там даже одна блогерша, маленькая девочка, из Краснодара, заработала 18 миллионов долларов за год на своем ютуб-канале. Вы на детском спорте. На самом деле мы тоже на рубеже создания отдельного такого продакшн-центра в рамках нашей компании. Мы также уже полгода мусолим тему ютуба, советовались и с Блэкстаром, советовались с Эмираном. Но тут самая большая проблема – это найти согласие не столько, чтобы ребенок был в Медине, сколько чтобы родитель был готов его подписать на такую авантюру своего рода. Поэтому, да, у нас есть мысли по развитию тоже ютуб-канала и развития определенных детей персонажей, но по нашему профильному мы выросли. Бизнесу. Супер. Ярик, а ты говорил увеличить прибыль вдвое. Это одного бизнеса или это личного дохода? Тут не у всех по нескольку бизнесов. Расскажи про себя. Нет, ну свой личный доход я увеличил больше, чем вдвое. Но это не за счет одного бизнеса, вот и все. А за счет чего? Ну, то есть, грубо говоря, я там занимался кальяном, у меня был определенный один доход. Когда я начал заниматься лафис и другой дистрибуцией, у меня увеличился доход. Во сколько раз? Втрое? Нет, больше. В пять раз? Ну, да, плюс-пинус. Я дам. Ну, вообще. Александр? Ну, получилось. Получилось? Да. Просто получилось. Юля, у вас получилось антиглянство? У нас получилось, придаем привет налоговый, мы платим налоги. Серьезно? Да. А как вы зарегистрированы? Как телеграм-канал ЭП или что? Нет. Просто как ЭП, да? Борис Юрьевич? Ну, вдвое тяжело. Ну, с вашими объемами это не у нас тут. Ну, первое, мы всегда говорим большое спасибо Западной Европе за санкции. Это нам позволило вырасти где-то процентов на 40. Ну, а так регулярно мы растем, ну, где-то от 5 до 10 процентов в год. Так, двадцать девятый пункт. Не остановился на достигнутом. То есть, не сказал, что хватит, я уже достаточно успешный. Андрей, ты остановился на достигнутом? Нет, я не остановлюсь на достигнутом, пока я не достигну своих там личных целей. Бизнес, жена, зачем что-то еще? Уже все замечательно. Ну, есть же цифры. Все равно деньги это мерило успеха. Деньги? Вот только деньги, а счастье? Успеха, я говорю про успех. Счастье, оно и есть. То есть, ты можешь быть с деньгами несчастлив. Но счастье тут не имеет никакого значения. В плане заработка я не достиг своих целей. Поэтому, пока я их не достиг, я буду работать. Максим? У меня только все впереди. Я считаю, что я только начинаю. Саша, у тебя один и три миллиона подписчиков. Ну, это ладно. Что еще с ними делать? Ты что-то пытаешься раздумать? Не останавливаться на только инстаграме. Да. В следующем году. Что нас ждет? Я планирую открыть свой бренд одежды. Вот, сделать пару коллабораций с косметическими брендами. Поэтому, следующий год будет очень насыщенным и интересным. Лично для меня. Ты будешь больше предпринимателем, да? Таким. Да. Ну, инстаграм уже это, уже как больше хобби будет. Супер, супер. Борис Юрьевич, вы не остановились на достигнутом бестселлере? Нет, не остановился. Какие планы на следующий год? Ну, превратить вот наши разработки эректильной дисфункции в бизнес. Так. Это все-таки 500 миллиардов, это 500 миллиардов, да? Есть за что побороться. Я не обещаю, что за следующий год мы... Выстоять, я бы сказал. А? Выстоять. Да, пусть будет так, да. Ну, мы не остановились. И еще есть масса планов. Ну, наверное, вы слышали, есть такая лауреат Нобелевской премии, я забыл, как ее фамилия, которая в Давосе выступала на Всемирном экономическом форуме пару лет назад и сказала, что, ну, она получила Нобелевскую премию за генетические коды старости. И она сказала, ну, самой, больше всех прожила на свете женщина, французенка, 122 года, 10 месяцев и 14 дней. Но вот это вот лауреат Нобелевской премии сказал, что современные методы позволяют нам дожить спокойно до 150 лет. Это дорого, но всегда первые методы, всегда дорогие. И поэтому мы сейчас вот этот центр, который у нас есть в Латвии, переориентируем как раз под ее программу, чтобы дожить до... Ну, просто мне уже 72, пора вроде пить. помирать, а до 150 еще много. Поэтому это как бы дело продления моей жизни. Поэтому я сейчас вот ринусь туда, чтобы научиться продлевать жизнь с таким старичком, как я. И не просто продлевать, а в принципе, чтобы жить активной жизнью. Все. Юля, ваши планы? Мы, как и Максим вот сказал, мы только начинаем, поэтому как там, на чем там останавливаться, боже? Ну, только разгоняться. Саша и Саша. Ну, я думаю, что да. Ну, как бы, да, я только начинаю. У меня, в принципе, еще... Я не считаю, что я чего-то такого добился, чтобы останавливаться. Поэтому план на следующий год развития, другие сферы тоже. Друзья, я сейчас предлагаю поставить нам всем дружно галочки, потому что 30-й пункт это поучаствовали в первом Forbes. Бинго. Ну что, ребята, все посчитали, сколько у вас? Да. Ну и как, Максим, сколько у тебя? У меня 18. Достойно. 22. 22? 15. 15. Борисович? 22. 21. А, нет, 21. 21. Ну, извини. 21. 21. Удивительно, 23. 23. Саша? 19. Ну, получается так, что Александр Сысоев победил в первом Forbes. Бинго. Достойная победа. Достойная победа. Я предлагаю его поздравить. По условиям нашего Forbes. Бинго вы говорите новогодний тост всей многомиллионной аудитории ресурсов Forbes. Тост будет очень короткий. Все, наверное, запомнили вопросы, которые сегодня были от вас. Я хочу, чтобы в 2020 году у каждого в этом Forbes бинго было как минимум 29, а то и 30 пунктов с участием в такой игре в декабре, чтобы действительно у всех было все отлично. Ура! Ура! С наступающим! С наступающим всех с Новым Годом! С наступающим! Ну что, Максим, многие включили этот выпуск просто, чтобы узнать, кто все-таки победил в нашем конкурсе, который был в выпуске «Где живут миллиардеры». Максим пообещал проинвестировать 1 миллион рублей. И свое обещание, как я понимаю, сдерживает, да? Абсолютно верно. Рассказывай, что кого выбрал. Во-первых, хотел бы поблагодарить всех, кто принял реальное участие. Кто-то писал просто свои идеи, кто-то уже написал с готовым бизнес-планом. Очень много было сообщений. Спасибо, что вы сделали такой конкурс. У меня вот идея плавала, но я там никогда не писала, либо не думала, либо не думал. О дальнейшем развитии этой идеи, а вот теперь я точно там составлю бизнес-план и буду искать инвестора. То есть для многих это был такой, знаешь, некий толчок, в принципе, двинуться дальше, выйти из рамок просто идеи. Ну, писем очень много. Я себя почувствовал просто на программе «Жди меня» на первом канале. Писем. Там 500 или 600 писем. Да, 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 да. То есть уже за 500 точно уже сильно больше. Очень много схожих тем. Очень много запросов с большим бюджетом. То есть там и 5, и 12, и 25 миллионов рублей инвестиций. И не мини-заводы предлагали как бы построить. Но, как говорится, всему свое время начнем пока с малого. Всего три направления. Увидителей. Первое направление – это очень интересная идея Андрея Пакин и его команда, потому что там три человека, они живут в разных городах. Вторая идея – это видеоблогинг. Желающих снять крутые ролики. Очень много оказалось из Юга России, Санкт-Петербурга, Москва и другие города. Поэтому возникло предложение встретиться со всеми, дать им техническое задание. И просто кто вот по результатам делает лучший ролик. Тебе блок. Да. Один ролик. Его взять в команду и с ним продолжить работу. Это Лилия Коготок, Заур Аллахвердиев и его команда. И третий пул у нас – это IT-технологии и CRM. Там более сложный бизнес-план. С ним, я думаю, мы встретимся и однозначно его проработаем. Потому что очень интересно. Инвестиции немножко другие. Больше денег надо. Да, но очень интересно. Поэтому, Максим Алексеевич, мы с вами тоже на связи после Нового года. После 12-го числа обязательно нужно встретиться и более детально поговорить о вашей идее. Я считаю, что она очень актуальна и имеет место быть. Максим, а что получается, инвестиции более миллиона рублей, если столько проектов? Да, но здесь есть маленькие инвестиции, есть вот здесь, скажем так, отложенные инвестиции, потому что будет конкурс. Мы это прекрасно понимаем. И вот у Максима Алексеевича с очень интересным. Там более миллиона. Да, там более миллиона. Но я тоже вижу в этом очень высокий потенциал. И это тоже не быстрые инвестиции. То есть пока мы поймем, как это внедрить и как применить, пройдет какое-то время. Ничего страшного. Главное, что выйдет интересный. Конечно же, на этом не заканчивается пул. Вдруг кто-то разродится с какой-то гениальной историей, скажет там, спустя три месяца, напишет мне куда-нибудь. Максим, крутая идея есть. Ребят, пишите. Вот такой вот в этом году у нас Дед Мороз в Forbes Digest. Макс, спасибо тебе большое. Иван, спасибо огромное. Поздравляем победителей. С наступающихся. Смотрите канал, подписывайтесь. Участвуйте. С Новым годом. Е. А показать, что-то можно, это самое, электильную дисфункцию действия? О, это у нас сейчас как раз титры будет, давайте покажем. Да. Значит, ребят, ну я просто рассказывал уже об электильной дисфункции. У Бориса Ютья над спиной макбук, понимаете? Да, просто, чтобы вы уже не понимали, что это такое. Стикеры, кстати, стикеры ушли в 2019-м. Сейчас вот модно вот так вот делать. Так, как вы. Это все. Наша команда научилась методом электростимуляции полового и кавернозного нерва. Путем нажатия на кнопочку на пульте, дистанционном пульте, и у обезьяны возникает эрекция. Достигнуты хорошие результаты. В настоящий момент 6 обезьян. Юль, надо смотреть на обезьянок, это суперконтент. То есть он с пульта нажимает, и первое подключает один нерв, видишь, кровенаполнение происходит, и второе сокращается мышца. Простим. Можно просто снимать лица молодых людей в этот момент. А это прям интеграция, да, может? От цензура? Да, что-то. Ну работает же. Как мы понимаем. Ненадолго. Ну вроде, да. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, это YouTube Forbes. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...